Двадцать лет назад, вдохновившись произведениями Толкина и решив воплотить сказку в реальность, Сергей приехал сюда из мяса. Это сейчас в Приданниково 16 домов и почти 20 человек населения. А поначалу три года Сергей прожил здесь совершенно один, постепенно возводя на холме дом своей мечты. Отливал, лепил из глины эти вот плиточки, обжигал, специально эскизики придумал, чтобы оформить. Да, тут у меня на окошках нарисована зима, весна, лето, осень, еще раз зима. Это у меня получилось пять времен года. У нас сезонов четыре, а времен года пять, потому что зимой год начинается, и зимой же он опять заканчивается. Витражные стекла мужчина тоже оформлял сам, а еще искусственно искривлял все доски, чтобы получился круглый свод над головой. За годы жизни в поселении Сергей успел и баню построить, и кур завести, и огород в целый гектар освоить. Там надо и клумбы делать, надо и… короче, много. Гектар, он есть гектар. Везде по чуть-чуть, вот уже и лето кончилось, а лето-то коротенькое. Весной посадки, осенью сбор рожая. Несмотря на отдаленность от цивилизации, в каждом доме есть электричество. Вырабатывают его солнечные батареи. От них и телевизор, и компьютер питается. Сложно в Приданниково только с сотовой связью. Сигнал не всегда доходит. Что же касается работы, то почти у всех местных жителей она есть. К примеру, Сергей – печник со стажем, хоть и самоучка. Законы физики-то я знаю, что теплый воздух кверху, холодный книзу. Поэтому, в принципе, начал делать. Даже книжки не прочитал по печам. Ну, сделал первую печку. А потом прочитал книжку, гляжу, ага, вот эту ошибку сделал. Нужно было швы сделать потоньше. Нужно было там то-то немножко по-другому сделать. Ну, в основном я все сделал неплохо. Ну, вот так я начал. А потом я сделал печки соседям. Там, потом мне сказали, что это объявление дает газету. Я дал объявление. Вместе с Сергеем в поселении живет и его мама. Помогает сыну следить за большим огородом и, как водится, делает всю консервацию на зиму. Я не по рецепту делаю, по своему рецепту. Рецепты, конечно, есть у меня, но я стараюсь поменьше соли ложить. Еще одно увлечение Сергея и его мамы – цветы. В доме их в буквальном смысле не счесть. Цветы мы любим. И Сережа любит цветы. Я люблю цветы. Ну, дом без цветов – это пустой дом. Неинтересно. Места мало, а строить некогда. Потом я попозже, может, на следующий год, сделаю второй этаж для цветов специально, типа оранжереи. В Приданниково люди жить приезжают по разным причинам. Кто по религиозным соображениям, кто из-за экологии. Но мечтает Сергей об одном – чтобы рано или поздно деревня стала местом, где будут жить единомышленники. Анастасия Мельникова, СТС, Челябинск. Анастасия Мельникова, СТС, Челябинск.